Ом, друзья! Сегодня у нас тема лекций ситхи. Я долго шла к этой лекции, долго обходила эту тему, потому что очень много разных противоречивых мнений по поводу ситх. Но потом так получилось, что мои занимающиеся часто стали задавать вопросы, к чему приводит йога, можно ли йогой наработать ситхи, нужны ли они. И вот я пришла к тому, что решила записать лекцию. И сегодня мы с вами разберем вопросы, что такое ситхи, какие ситхи бывают, как нарабатываются, как их можно использовать и вообще нужны ли нам ситхи. И также рассмотрим доступные варианты для нас. Если будут какие-то вопросы возникать по мере лекции, я буду стараться на них ответить. Итак, что же такое ситхи? Это сверхвозможности, мистические способности йогов или чудеса. Назвать можно по-разному. И так, и так. Есть такое понятие, чудес не бывает, есть степень незнания. То есть каждому чуду может быть объяснение. Пока мы не знаем, не можем объяснить что-то. Для нас это чудо, волшебство. В книге Ричарда Баха есть такая строка «Узнаешь, что знает волшебник, и волшебство исчезнет». Это действительно так работает. Даже вот у меня был случай из жизни, я вообще никогда не любила фокус, и мне всегда казалось, что это обман. А потом как-то попал иную иллюзионный аттракцион. Очень такой сильный был, человек-невидимка назывался. И там были чудеса. Для меня, для ребенка это было просто волшебство. Вон, там летали люди, куда-то все исчезало, там все было в тумане. Очень было так красиво сделано. Для меня это было волшебством. Но у меня был доступ за кулисы, и нам было интересно, как это все работает. И после того, как мы пролезли все эти ящики, волшебство исчезло. Поэтому и ситками то же самое. Пока мы не можем это объяснить, не можем понять, для нас многое кажется чудом. Ситки — это сверхвозможности, которые даются не каждому. Большинство людей просто недоступны. Да и что произойдет, если нам каждому человеку на Земле выдадут по ситхе? Можете себе представить это? Будет полный бардак, я думаю, что планеты просто не будет. Даже взять, как пример, фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда что, стенку в магазине тоже можно так приподнять? Люди начнут использовать эти возможности для своих каких-то нужд, для исполнения своих желаний. Во многих текстах можно найти упоминания о ситках, которые творили такие практики, как Будда с учениками, Марпа, Миларепа. И также упоминания можно найти и в других книгах. Я пока готовилась к лекции, я нашла более десяти книг, где упоминались ситхи, но я думаю, что их намного больше. Но самая известная книга является Йога Сутры Патанджали, там целая глава уделена этой теме. Тоже, если кому-то интересно, кто еще не читал Йога Сутры Патанджали, прочитайте, это очень интересно. И упоминания о ситках можно найти как в буддистской литературе, так и в православных жизнеописаниях святых. Например, мы знаем, что Иисус ходил по воде, лечил людей, воскрешал людей, превращал воду в вино. И также Серафим Саровский обладал многими ситхами. И в настоящее время также можно найти людей, которые обладают какими-то ситхами, такими как ясновидение, эксистенсорные способности. Кто-то может предсказывать дату своей смерти, кто-то Йоги могут регулировать температуру своего тела, останавливать сердцебиение. Очень много мошенников, которые используют лживые ситхи, которые делают вид, что исцеляют. Может быть, у них есть какие-то способности, но они зарабатывают ими деньги. И ситхи получаются не совсем настоящими. Многие Йоги хотят получить ситхи благодаря своим практикам. Но нужно ли это на самом деле? Это нужно разбираться. Считается, что каждый Йог должен обладать 8 основными ситхами. И ситх очень много на самом деле, но есть 8 основных, и в них есть подвиды много более мелких, не таких значительных ситхи. Первое – это анима, способность Йогина уменьшать свое тело до размеров атома. Много можно прочитать, например, Миларепа обладал такой ситхой. Дальше. Махима – способность увеличивать тело до огромных размеров. Гарима – способность стать тяжелым и твердым, как гора. Лакхима – способность делать тело более легким, парить в воздухе и летать по небу, так называемая левитация. Прапти – сила увеличивать любые объекты по желанию. Как пример можно привести, Иисус накормил несколькими хлебами тысячи человек. Это тоже ситхи. Она отключает в себя предсказывание будущего, чтение мыслей, понимание языков других народов, языка птиц и животных, исцеление больных. Это все относится к этой ситхи. Прокамья – это сила притягивать удаленные предметы, исполнение любых желаний, способность долго находиться под водой, быть невидимым, сохранять молодость, входить в тело другого. Здесь тоже часто во многих текстах можно найти описание, как какие-либо практики переходили в другое тело. Например, Марпа, учитель Милорепы, тоже есть истории, в которой он переселялся в тело голубя, ягненка, оленя. И даже сейчас в Тибете, в религии Бон существует до сих пор такое мнение, что они до сих пор переходят. Даже когда идешь к кору, мы идем к кору по часовой стрелке, они идут навстречу нам, и считается, что им нельзя смотреть в глаза, потому что, когда встречаешься глазами с Бонсом, возможно переселение в другое тело. Идет навстречу вам старушка, вы посмотрели, и вы пошли дальше в теле старушки, она пошла дальше в вашем теле. Говорят, что до сих пор такие случаи бывают. Дальше, Ишитва, влияние на материальные и нематериальные объекты, господство над весом, возвращение умерших к жизни. Здесь можно привести, как пример, Иисус, Он воскрешал людей и сам воскрес. И восьмая ситха, Вашитва, влияние на умы существ, творение силы ума, украшение управления дикими животными, способность подчинять других людей, духов и стихии природы. Ну, как пример, Серафим Саровский, можно привести, да, у него было общение животным, к нему приходил медведь. Кто? Да, я тоже слышала. Да, со стихиями природы тоже часто встречаются, когда тот же Миларепа умел управлять природой. Поэтому это вот восемь основных ситх. И считается, что если у йога есть хотя бы одна из этих ситх, то йог уже стоит на правильном пути, движется в нужном направлении. Самое популярное у йогов считается левитация. Современный человек к этому относится с недоверием. Йоги к этому относятся, конечно, спокойно. Вот вы представляете, вот мимо нас сейчас пролетит кто-то, ну, человек уже достиг ситхи. А если это увидит обычный человек, он начал думать, а где-то у него моторчик или где-то он подвязан за веревку. То есть люди не верят в это. Хотя многие источники говорят о случаях левитации у людей. Известны случаи левитации и у православных святых, таких как Серафим Саровский, Иоанн Новгородский. То есть есть действительно святые, которые обладали такими возможностями. Но церковь умалчивает о таких происшествиях. И православная церковь скорее негативно относится к таким проявлениям, считая это признаком прелести, ложного дара, обманчивой святости. Считается, что это от нечистого и уводит от истинного пути, от истинной веры, от истинного пути. А у католиков более 230 святых обладали такой способностью. Но если святость их не была доказана, то их сжигали на костре. Там все более жестко проходило. Наиболее распространена левитация у индийских йогов. И считается, что именно индийские йоги открыли секрет левитации. Что именно оттуда это все началось. Как это было на самом деле, это мы не знаем. Оттуда, наверное, и началось. В некоторых источниках говорится, что эту способность может обрести любой усердный практик. В тексте Тиру Монтирам написано, что на седьмом году практики йог становится легким, как ветер, и его ноги могут не касаться земли, и он может парить в небе. Мы можем сказать, как же так? Мы здесь уже занимаемся дольше, а почему мы не летаем? Кто-то занимается 10 лет, кто-то больше, кто-то 7 лет занимается. Но мы еще пока не летаем. Я думаю, что здесь все-таки описываются более глубокие практики. И человек должен обладать, у человека должно быть сознание более на высоком уровне. И состояние ума более чистым. Потому что просто так занимаясь 7 лет йогой, я думаю, что ситхи такие не придут. Какие бывают виды ситх? Мы можем получить ситхи с рождения. Часто можно наблюдать, когда маленький ребенок, не пойми откуда, знает много языков. Или человек с рождения обладает ясновидением. Либо... Опять ко мне бабочки прилетают на лексах. Или может исцелять людей тоже с детства. Просто в век калиюги силы тьмы настолько сильны, что йогические ситхи недоступны все получить за одно воплощение. То есть это растягивается на несколько жизней. И некоторые ситхи мы можем получить уже с рождения. С какими ситхами мы рождаемся, какими мы получили в прошлой жизни, они нам становятся доступны уже в новом воплощении. Также есть искусственные ситхи. Это ситхи, которые получаются с использованием магических камней, мантр, ритуалов, употреблений снадобий, отваров, трав. Такими ситхами пользуются шаманы и колдуны. Также ситхи можно получить в самадхи. Это уже более высокий уровень. Как пользоваться ситхи, как их достичь, как их получить. Мы не будем рассматривать вариант сорождения искусственный. И самадхи тоже нам до них далеко. Есть еще один способ получить ситхи. Это с помощью аскез, неустанной практики, медитаций. Это самый нам доступный вариант. В йога сутрах Патанжили написано, когда мысли и действия синхронизируются целиком и полностью, йоги освобождаются от материальных ограничений времени и пространства. Это генерирует сверхъестественные способности. С вами Сатянанда Сарасвати говорит, успех ситхи достигается практикой. От одного только чтения книг по йоге успех не придет. Ситхи не достичь лишь ношением одежды йогина или разговорами о йоге. Лишь в безустанной практике секрет успеха. Много великих практиков обрели ситхи с помощью аскез. Например, возьмем Миларепу. Он был великим практиком. У него была нелегкая жизнь. И он много ситх обрел с помощью жесткой аскезы. Он ушел в пещеру, медитировал там без одежды и питался одной лишь крапивой, от чего кожа приобрела зеленоватый оттенок у него. Если кто-то еще не читал, почитайте книгу «Песен Миларепа». Много информации о нем, много о ситхах написано. И также в православии можно найти примеры. Серафим Саровский тоже достиг ситх благодаря жестким аскезам. Он также ушел в уединение, в лес на долгие годы жил один. Он питался три года одной снытью, соблюдал Мауну, молчание. И тысячу дней и ночей стоял на каменном валуне без движения и молился. При этом, испытывая очень сильную боль в ногах, у него были очень сильно больные ноги, но это ему не помешало выстоять. И благодаря этому он получил ситхи левитация, общение с животными и многое другое. Он обладал даром исцеления. К нему часто приходили люди. Также ситхи можно обрести с помощью более жестких аскез. Известный случай, если почитать ведическую литературу, там герои, совершая жесткие аскезы, и боги даровали им ситхи. Как пример можно привести Равану из эпоса Рамаяна. Тоже великий, сильный практик, который просто повернул не в ту сторону и стал демоном. Он был великим йогином, ему были доступны многие ситхи, но ему этого было мало, он хотел большего. Равана хотел завладеть всеми мирами и получить дар бессмертия и неуязвимости. И для этого он делал ягью, отрубал сам себе голову и кидал ее в костер. И это происходило не в течение одной жизни, это было несколько воплощений у него. И каждый раз он делал то же самое, отрубал себе голову и кидал голову в костер, принося жертву себя богам, пока уже боги не решили, что все, хватит. И даровали ему бессмертие и неуязвимость. Ну, ситхи нужно использовать все-таки во благо, а у Раваны были немного другие намерения. Также ситхи могут проявляться в экстремальных ситуациях. Я думаю, известны каждому случаи, когда человек в стрессовой ситуации, у него вдруг открывались такие скрытые резервы. И человек неожиданно мог запрыгнуть на забор куда-то, поднять машину, да, такие тяжести, которые в обычной жизни ему недоступны, быстро бегать. Известные случаи, когда при крушении самолета люди оставались живые, возможно, у них во время падения открывался дар левитации. Также падение с высоты, с балконов, люди многие остаются целые, невредимые, не единой царапинки. Я думаю, что тоже как раз таки вот этот дар левитации на время проявляется, потом он опять же пропадает. И все-таки питание тоже влияет, питание должно быть легким. Если человек употребляет мясо, вряд ли ситхи ему будут доступны. Мясо утяжеляет тело, и ситхи просто невозможно развить. Есть еще несколько точек зрения, более таких научных. Например, обретение ситх с точки зрения философии йоги. Йога рассматривает все мироздание как состоящее из трех гун – садва, раджиса и тамаса. И также человеческое сознание представляет собой комбинацию из трех гун. И когда благодаря йоге наши действия и разум избавляются от трех гун, и мы, как сказать, подчинив свое сознание, можем влиять на окружающий нас мир. И можно еще рассмотреть точку зрения ситхов Айурведы. Айурведа представляет мир как пять элементов – это вода, огонь, земля, воздух и эфир. И человеческое тело также состоит из пяти элементов. Если смотреть на ситхи с этой точки зрения, то это контроль над пятью элементами. Сначала внутри себя, своего тела, своего ума, а потом на все вокруг себя. Ситхи контроля пяти элементов достигаются благодаря практике, когда внешние проявления элементов сливаются с внутренними качествами практика. И вот эти грани внешнего и внутреннего устраняются, они как бы стираются. Получается, если мы обретаем контроль над элементами земли, например, то мы обретаем ситхи уверенности какой-то большой силы. Если мы обретаем контроль над элементом воды, мы получаем неуязвимость от огня. Над контролем над элементом эфира мы приобретаем легкость и получаем левитацию, телепортацию, то есть более такие ситхи. И также можно рассмотреть контроль над другими элементами. Каждый из них дает какие-то определенные ситхи. Те, кто в смирении молится и ищет Бога, не отвлекаясь ни на что, могут обрести восемь ситх. Самадхи важнее, чем ситхи. Многие йоги, которые стремятся к самадхи ради восьми ситх, имеют мало мудрости, потому что высшее самадхи и ситхи – это полное слияние с Богом на всех уровнях. Ситхи не являются высшей целью практики. Тот, кто достиг восемь ситх, не является ситхом. Лишь тот, кто достиг божественного и стал един с Богом, только такой практик является ситхом. Ему восемь ситх открываются в процессе практики спонтанно, то есть неожиданно, когда практикуют. Есть по рассказанному уже вопросы? Все так внимательно сидят, слушают и молчат. У меня вопрос есть, может быть, дальше будет рассматриваться. Если я там у человека, то, допустим, она привела способность к исцелению. Это же, получается, вы карму сливаете, вмешать с тем, что вы достигаете. Да, этот вопрос мы рассматривали, когда была лекция по карме. Да, когда исцеляешь, с одной стороны, ты вмешиваешься в карму больного. Ну, может быть, это в какой-то степень когда-то, и вроде делаешь благое дело, человеку помогаешь, но с другой стороны, да, ты вмешиваешься в его карму, в ее судьбу. Ему эта болезнь, возможно, дана для того, чтобы он понял, прошел какой-то урок. И, как правило, бывает, когда человек осознает, от чего пришла к нему эта болезнь, болезнь, она уходит сама. Да, нужно искать причину болезни, да, более глубокую. Поэтому, когда мы вмешиваемся, даже имея дар исцеления, с точки зрения кармы, это не совсем правильно. Если ребенок уже рождается с какой-то определенной болезнью, это карма прошлых жизней. Бывает же, дети рождаются уже изначально больные с рождения. Это тоже его карма, которую он наработал в прошлых жизнях, поэтому он родился таким уже. Ему, значит, нужно, может быть, перестрадать, переболеть, чтобы он отработал эту карму? Ну, возможно, в чем-то ему можно помочь, чтобы он отработал. Нужны ли ситхи и как их использовать? С вами, кстати, Нанда Сарасвати говорит, к ситхи нужно относиться как к опасной болезни, не зацикливаться на них. Чтобы правильно использовать ситхи, йогин должен иметь состояние ума, направленное на помощь всем живым существам. Если мы направляем свой ум на помощь себе или во вред, как Равана делал, то это неправильно. То есть мы должны, если ситхи какие-то есть, нужно их использовать на благие цели. Но многие святые рекомендуют отказаться от ситх, не гнаться за ними, потому что это уводит с истинного пути, от истинных целей, заслоняя собой путь, по которому движется человек. Становясь рабом сверхвозможностей и используя их ради славы, йогин подрывает свою садхану. То есть слава тоже такая штука, которая перекрывает многое. Если практик обрел ситхи и принял их как главную, как основную цель, то он приобретает и страдания, которые несут с собой ситхи. Ситхи просто так не даются. Если дается какая-то определенная ситха, за нее нужно платить. То есть они несут с собой и страдания. И человек, который занимается, практикует ради получения ситх, он должен понимать, что вместе с ситхами он и получит много проблем. Поэтому Патанджили призывает йогина отрешиться от этих достижений. Так он откроет для себя врата, ведущие к вечному блаженству. Если он их не использует, если он от них не использует, отрекся, то, я думаю, он не будет от них страдать. Может быть, какая-то отработка и придет в меньшей степени. Но главное не привязываться с ситхом, не быть от них зависимым, потому что это к хорошему не приведет. Только непривязанность способна уберечь от гордыни. Гордыня – это главная проблема, это главная опасность, которая дается тому, кто обрел ситхи. То есть получил человек ситхи, и гордыня сразу, эго полезла, исключительность, что вот я умею летать, а ты не умеешь. Я не такой, как все. У нас сразу как начинают показывать по телевидению, начинают себя везде рекламировать. Я такой крутой. И из-за этого все проблемы. Это в лучшем случае, а в худшем вообще разберут на атомы. На опыты заберут, и как это человек такое творит. Нужно строго следовать принципам ямы и не ямы, чтобы не стать пленником этих сил и не использовать их во вред. Когда мы знаем, как это работает, мы не уйдем уже куда-то в какую-то другую сторону. Какая основная цель йоги? Освобождение. 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 Ну и еще. Освобождение. А еще? Не, ну это понятно. А еще? Освобождение от иллюзий. Помочь всем. Ну еще. А? Цель йоги. Цель йоги, да. Ну да, это все верно. И все-таки мы стремимся к чему? Стать буду. Стать буду и обрести ситхи, да? Остановка колебания ума. Спокойствие ума. А когда мы обретаем ситхи? Спокойствие ума прекращается. Да, прежде всего йогину нужно работать со своим сознанием, со своим умом. А когда мы обретаем ситхи, тут у нас спокойствие. Спокойствие мы теряем наработанное то, что мы нарабатываем годами. Мы очень быстро теряем. Это наша главная ценность. Ценности йогины. Согласно буддийским источникам, Будда и его ученики обладали многими ситхами. Но, тем не менее, Будда был против демонстрации ситх на людях. И всегда учил своих учеников не демонстрировать это. Говорил, что это приводит к тщеславию и гордыне. И он запрещал. Даже есть в джатах написано, во многих источниках книг я читала, когда и выгоняли людей, которые демонстрировали ситхи. Также у Миларепы был случай, когда он тоже обладал левитацией, когда он летел над деревней, и его заметили люди. И после этого он сказал, «Когда я приобрел ситхи, и меня видели летающим, толпы людей ринутся ко мне, моля защитить их от зла, исполнить их эгоистичные желания». Это вот тоже главная проблема. Если у нас человек узнает, что кто-то где-то лечит, что делают люди? Толпами идут к нему. Помоги, исцели. Если человек исполняет желания, я думаю, очередь выстроится со своими желаниями. Поэтому этого тоже надо избегать. И не демонстрировать, не говорить, если вдруг вам придет какая-то ситха, пусть об этом никто не знает. Если она у вас есть, используйте ее во благо, не афишируйте это. Так как искушение мирской славы уводит с истинного пути, уводит от йоги, от медитации. Искушение мирской славы, искушение Индры. Если кто не знает, Индра – это бог небожителей. Когда-то был человеком, жил на земле, был принцем, обладал ситхами, полученными. Он совершал много аскетичных поступков. И благодаря этому достиг многих ситх, перевоплотился, стал богом. И он искушает людей, которые идут по этому пути, достижение ситх, совершают аскезы. И когда достигает ситх, он их искушает славой, уводя с этого пути. Потому что человек получает гордыню и уходит. Ну, как бы устраняет таким образом соперников себе. Есть вопросы? Как вообще ситх используются в базах через самую элитацию? Нет, ну мы вот буквально, когда позавчера… Мы только когда вчера или позавчера с Эдиком разговаривали на эту тему, я говорю, какая бы ситха? Мне, например, очень не помешала бы телепортация. Потому что у меня очень много времени уходит на перемещение с одного объекта в другой. Он говорит, ну, например… Да, мне Эдик говорит, ну, например, как бы ты использовала телепортацию? Я говорю, ну, в йога-лагерь переместился. Ну, так, понятно. Ещё. Я говорю, ну, в Тибет бы переместилась бы тоже. Потому что такая длинная дорога. А тут сразу раз и уже и в Тибете. Он говорит, да. Я говорю, на работу летала бы. А он говорит, а-а-а, деньги зарабатывать. То есть это уже неправильное использование. Это уже использование как бы себе. Это идёт зарабатывание денег как бы на живо. Я думаю, там уже не надо работать. Да. 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 Поэтому ситхи тоже можно использовать по-разному. И ту же левитацию, и ту же телепортацию. Где можно, например, использовать левитацию? Кто может придумать во благо? Фрукты с деревьев собирать. Для людей. Во благо людей. Да. Я хотел бы бы все равно ее зарабатывать. Это очень красиво. Думаю, ты сможешь показывать ученикам учителя, чтобы утвердить, утвердить их на существо. Да. Это вот практики, так и использовали их. Великие практики использовали ситхи для того, чтобы научить учеников или доказать, показать что-то людям, мотивировать. Ну, взять того же Иисуса. Он ходил в воде, я думаю, не просто так. Он ходил для того, чтобы люди уверовали. И также, допустим, возьмем Миларепу. У него был ученик Ричунгпа, который поехал учиться в Индию и приехал оттуда, возгородился. Я такой крутой, я прошел обучение, а как же ты учитель, ты езжай в Индию, там дают такие знания. И Миларепа сразу понял, что человек славил гордыню и решил его таким образом проучить, показать ему ситхи. Он говорит, ну пойдем. Идут они, и он увидел рог яка, лежащего в земле, он его взял с собой и пошел дальше. А этот Ричунг подумает, вот какой он жадный. Даже кости земли собирает, не понял зачем. Миларепа, он умел работать со стихиями природы, и он вызвал таким образом бурю. И начался дождь, ветер, сильный ураган. Ричунгка стоит весь мокрый, под дождем. Смотрит, у Миларепа нигде нет, где он. А потом слышит откуда-то раздается голос, смотрит, а он в рог залез, уменьшился до размеров рога и сидит там. И таким образом Миларепа излечил его от гордыни. Он понял, что то, что он получил знания, это... Да, это... В Индию ездить не нужно, что... Там же еще было сказано, что Ниларепа не увеличивается, не Ниларепа. Да, Ниларепа не увеличивается. Ну, это тоже... Поэтому после этого Ричунгка уверовал, получается, в силу своего учителя и избавился от гордыни. Также можно, как пример, привести Марпу, когда он селился в тело оленя. Ему тоже нужно было доказать, что олень – это их олень. И после этого он селился в тело оленя и доказал, что действительно это он. Это не когда он добился? Да, да, когда он... Первый раз он просто, а второй раз он, когда опять же, вселился в тело оленя, он увидел сочную траву, начал ее есть, да, и все, получил удовольствие и отвлекся, забыл, кто он на самом деле. И когда перед ним уже начали делать простирания, он пришел в себя и понял, что он заигрался и обратно он перешел. Также практики использовали свои силы в соревнованиях друг с другом, чтобы кому-то что-то доказать. Например, Миларепа и тибетский колдун Бонский. У них были такие, не спор, а как это правильно сказать, дебаты, да, соперничество, кто сильнее. И у них там много было испытаний, они проходили. И вот одно из испытаний нужно было, кто вперед доберется до вершины Кайласа. Ну, тибетский колдун Бонский, он на каком-то волшебном барабане потихоньку покатился вверх, а Миларепа сидел, медитировал, никуда не спешил. Он так досидел до утра, и с первым лучом солнца он ухватился за луч, и в одно мгновение он поднялся на вершину. После этого колдун испугался, поверил, что да, Миларепа сильнее, и он скатился вниз на этом барабане. Даже есть легенда, что вот эта расщелина на южном лице Кайласа, что она как раз-таки образовалась во время этого спора от этого барабана, что он когда катился, образовалась эта расщелина. Ну, тоже вот такая интересная легенда, такая интересная версия образования этой расщелины. Есть вопросы? Тема такая обширная, вопросов должно быть много. Страшная. Тема, да, тема страшная. Вот у меня вопрос, как это очень совмещается, с одной стороны, в принципе, яма-не-яма, да, а с другой стороны, возглавливать всех существ нельзя. Но, по-менее, если кто-то не помогает там, скажем, напольному животному, это не только будет, то это все-таки не натальны, где... То есть, животное заслужило, там какие-то страдания... Ну, это, получается, исцеление животных, помощь животным. Ну, то же самое, как вот мы сейчас только что говорили, помощь людям. Исцелять людей, и то же самое, помощь животным. Так же, да, это тоже какая-то определенная... То есть, с одной стороны, во благо, все живы, но с другой стороны, вот эти люди, которые, если раз, не прибегают. Это тоже можно рассматривать по-разному. Ситхи – это вообще такая штука, которая... Очень много разных мнений, надо ли это или не надо, все-таки это... Мешает, мешает, уводит. Поэтому, если что-то получил, лучше... Ну, возможно, возможно, да. С одной стороны, карма, а с другой стороны, помощь кому-то. Это да. Ну, чтобы помочь бездомному животному, не нужно обладать ситхи. Или, там, больному животному каким-то образом можно помочь. Да. Но, с другой стороны, это большая манитация с утра жизни животного, ситхи, животное, и ситхи складывается зрение и энергия. Обладая ситхи этой расой одним... Да, да. С махом волшебной палочки. Да. Благо заключается в том, что ты, понимая последствия своей жизни, ты не смешиваешься, а идешь, типа, давать и не сознание, чтобы люди потом оказались на месте этого животного. В этом заключается благо. То есть, благо в любом случае не случится. И вот, может показаться, что ты их делаешь хорошо, но это, наверное, даже больше эго. Что, вот, это хорошо, я помню, там, животинки маленькие, но ты не подумал о последствиях. А благо это тогда, ты подумал о последствиях, и ты не сделал сегодня. Не пошел, там есть сознание в них. Чтобы ослабленные существа могли их принять и не почувствовать. С того, чтобы более эффективно отопрабатываться. Да, да. То есть, именно вот это благо считается. Да. Хорошая. Ну, мы вот с вами занимаемся йогой. И можно задать такой вопрос, а нам доступны ли какие-то ситхи? Вот нам, обычным йогам, не великим каким-то практикам. Есть такое понятие, как простые ситхи доступные, которые мы с вами тоже можем приобрести. Это овладение добродетелями ямы-неямы также может привести к ситхам. Например, соблюдая ахимсу ненасилия, можем обрести ситху безопасности, нейтрализует всякую враждебность. Бывает, человек обладает такой способностью, рядом с которым спокойно. Я думаю, каждый может привести пример, когда группа людей находится в каком-то таком стрессе, переживании, страхе, и приходит человек, и сразу становится спокойно. Рядом с таким человеком всегда спокойно, всегда чувствуешь себя в безопасности. Это человек, который обрел вот такую ситху. Также соблюдение сатьи, правдивость, дает человеку силу слова. Можно вот говорить, 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 и люди не слышат. Ну как так? Я вот говорю, а на меня не обращают внимания, меня не слышат. А если человек соблюдает сатью, соблюдает правдивость, никого не обманывает, тогда он получает силу слова, человека начинают слушать, прислушиваться, человеку доверяют. Это тоже важная ситха, которую мы можем обрести. Но очень важно понимать, кому и что говорить. Каждая аудитория, каждой группе людей одну и ту же информацию нужно доносить по-разному. Разными словами, кому-то одно сказать, кому-то другое. Это тоже ситха. Это тоже нужно уметь, нужно понимать, кому и что можно сказать. Остея, не воровство. Дается людям ситха легко исполняется, легко приходят деньги, дается неожиданное какое-то богатство, всякие сокровища, быстро исполняются желания. То есть человек, который не жадный, который не ворует, не берет чужого, ему в принципе ничего не надо. И он захотел что-то. Деньги приходят просто легко. Вот нужны деньги на что-то. Деньги пришли. Захотел человек какую-то вещь. Условия создались так. Вселенная услышала. И человек получил такую возможность. Ему это пришло. Но опять же, нужно использовать во благо. Если эту ситху использовать, там, я хочу то-то, то-то, то-то. То тоже это будет неправильно. Апариграха, нестяжательство, не накопительство, дает доступ к пониманию своего прошлого и нынешнего воплощения. Брахмачария, целомудрие, отказ от удовольствия, дает йогину огромную силу, наделяет его тело мощью и особой привлекательностью. Здесь тоже все понятно. Тоже ситхи, доступные нам всем. Но самое главное ситхи, это сострадание и помощь другим. Калурин Почи говорил, нет более высоких ситхи, чем сочувствия. Это вот ситхи, которые мы можем с вами получить, соблюдая яму-неяму. Есть вопросы? Приготовить вкусный салат и накормить всех, тоже ситхи. Не каждый может приготовить и накормить. Ненасыпьте. Ненасыпьте. А если еще и есть, то уже готовить этот салат. Ненасыпьте. Ненасыпьте. Никому не говорить это однозначно. Принять их или отрешиться от них. Ну, как говорится, если что-то приходит, не отталкивай. Если что-то уходит, не удерживай. Если они к вам пришли, ситхи, ну, что ж поделать, значит, вам прилетело, да. Это только ваши проблемы, что вы с ними будете делать, как вы их будете использовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok